привет друзья рад приветствовать вас на канале капитан герман и сегодня мы решили сделать небольшой выпуск будет он о нашей поездки в город колонн вообще название города колонн это был такой исторический персонаж кристобаль колонн мы его знаем под именем кристофор колумб и вот в честь кристофора колумба назван город который называется колонн он находится на атлантическом побережье и колонн является начальной точкой через которой проходят суда панамский канал с атлантической на тихоокеанскую часть ну и соответственно конечной . если идут наоборот так как мы уже живем достаточно большое количество времени там условном карантине то шмот немножечко по износился поэтому мы поедем в колонн чтобы прикупить некоторое количество вещей так как мы ранее показывали что дина утопила свой телефон то естественно нам нужно будет купить ей новый телефон то есть вот у нас такая миссия по дороге мы вам будем показывать рассказывать вообще как что происходит потому что дина уже была в этом путешествии а я еще не был поэтому мы сделаем такую легкую экскурсию возьмем камеру будем с дина ехать общаться рассказывать и комментировать что происходит по сторонам покажем большую зону duty free в городе колонн и потом приедем и сделаем какие-то выводы о поездке потому что но не очень часто во время пандемии получается выехать в социум посмотрим как она там ну что попкорн и погнали что мы готовы выезжать ты готова поехали так вот она наша ferrari это наш друг одолжил нам машину поехать в колон посмотреть что там и где там ну что садись погнали намордник у тебя пусть будет наш товарищ лего который дал нам машину сказал что эту машину кто-то из его друзей недавно коцнул он улетел в кувет вылетел в кувет до на машине надо ничего не даже показывали в какой в повороте там как так вышло не справился как-то с управлением такое движение что как можно не справиться но здесь дороги серпанстинистые может быть была краса может ну короче у этой машины не работает гидроусилитель как бы нас это не смущает вообще то что он не работает ну на парковках но я думаю физическая сила решит тоже сколько не родил машину полгода наверно толком это полгода на но тут же все просто даже как это как и на велосипеде один раз научился и все а вот и сами коровы ой какие счастливые коровы все в синьке короче по правилам почему вдоль всех дорог такие заборы из моторатон я потом расскажу про это супер растения потому что если вдруг случается авария с коровой машиной то хозяин коровы платит поврежденному транспортному средству деньги поэтому все очень следят за своими коровами очень следят за своими законами тут обязательно везде столбики и очень классные нравится да здесь очень красиво если что мне этот намордник не нравится это кстати за всю эту пандемию щура я его первый раз на себя надел ну ладно чекинился без намордник вообще это то есть вот сколько уже этому с января месяца час августа первый раз этот намордник на себя нацепил я не нравится а дорога здесь действительно очень красивый мне нравится а еще сейчас очень непривычно ехать по правой стороне то есть уже последних несколько лет сколько мы ездим в основном ездили по другой стороне и плюс там азия все это все левостороннее сейчас как-то так немножечко надо привыкать то есть не едешь такой на расслабоне в носу ковыряется именно так думаешь на какой же стороне дороги а потому что еще машин нету а вот и машина вот и машина машина по-моему первая первая когда едешь особенно машин нету на перекрестках нужно очень серьезно думать но самое жесть это круги но я думаю что здесь не будет здесь будет будет круг будет круг и да с какой стороны по нему я как все но там пробка ты найдешь тут еще иногда едешь если медленно можно увидеть прям как бабочки огромные синие летают а насколько большие ну да где-то сантиметров 25-30 может бабочки огромные людей не охотятся вечером о кабайос 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 коники коники ой какая красота а там вот гнездо стервятников смотри целое дерево куча стервятников все это не стервятник так нам направо дону немножко счастливых коров я все время тут езжу когда очень приподнято в настроении потому что видит такое разнообразие деревья стоп ваш лошадь и бабочки еще здесь бензин ничего не стоит помню 60 или 70 сейчас подешевелка а в панама там чем по моему пол доллара стоит за литр доплачивают вещи и татьяна рассказывала это моя местная подруга с которой я езжу иногда в панама сити по делам или вот в колонку там и сейчас едем что атлантическая часть панамы намного зеленее намного живописнее потому что с тихоокеанской стороны там очень много соли ветра и земля уже не такая плодородная и воздух очень очень соленый поэтому коровы которые пасутся здесь они счастливые коровы у них вкусное мясо у них хорошая долгая жизнь правильное молоко и потому что у них тут разнотравье и все время все хорошо а коровы которые с тихоокеанской стороны у них мясо жесткое и они часто болеют и у них короче из того что столь очень много за большое содержание соли в воздухе они как бы иссыхают то есть им не хватает жидкости в организме и они со временем жизнь в общем у них не такая хорошая как местных а местные тут как можно посмотреть они все реально красивые и счастливые в теньке на траве все хорошо ты еще рассказывал что эти коровы несут яйца которые с этой стороны лучше нет это про куриц курицы тут тоже настоятельно рекомендовали попробовать яйца местных хозяйств куриных тут курицы может поснимаем где-то иногда прям вот гуляют вместе с коровами где-то на таких небольших раньше тоже видно что у них все хорошо счастливые толстенькие пушистенькие и говорят они тут много еще и насекомых собирают диета у них короче то что надо а вот два манго вот это два манго огромных которые с расстаются до опасочка вот прошла нас предупреждали нам где нам чувак там помахал по мигала говорит. Мы не поняли, что он от нас хотел. Столб упал. Столб упал. Ну, дальше все чисто. Короче, первый район мы проезжаем, более такой, ну, немножко трущобный. И мы, когда здесь с Татьяной ездим, она все время говорит, что нужно окна закрывать, потому что, ну, вот как здесь переезд. Мусорка. Мусорка. То есть, ну, во-первых, кто-то может там в окно начать прыгать и всякое такое. Ну, в общем, небезопасно. Поэтому вот это место и еще одно. Надо проезжать с закрытыми окнами, чтобы у нас, туристов... Грингус, грингус. Да, никто на нас тут не напрыгнул. Оля, гринго. Уже можно открывать. А то у нас кондиционер таки не работает. Там потом еще один будет, там прям видно такое вообще. Гетто. Гетто, да. Короче, вот тут написано, табличка была, что нельзя бросать мусор. Чувак из прям вот этого мини-супер-соса выбегает, работник супермаркета, и бросает какую-то панель с разбитыми яйцами. Прям вот так сюда. Питает, питает. Как думаешь, это уже до города, или... Это пробка на Полис Чекпоинт, мне кажется, который вот тут сейчас скоро будет. Какой этот... Диабло Роха. Нарядный. Знаете, почему он называется Диабло Роха? Здесь все автобусы вот эти, это бывшие американские скулбасы, которые переделывают под перевозку пассажиров, и они тут курсируют между городами, их там очень любят, они там прямо хромированные, все в наклеечках такие, называются Диабло Роха. Они расписаны. Расписаны. На них обычно портрет... Ребенка. Или жены, или ребенка, или любимой актрисы, или еще кого-то нам рассказывали. И подпись, это типа, good luck charm, и ты вот едешь и смотришь на какого-нибудь Ромео, или Маргариту. Красный дьявол. Или чего-то, Чико. Чико. Или Чикиту. Сережа, приготовился к чекпоинту? Маску накарил? Ну, намордник одел. Сейчас полицейскому покажем свои права, если будет спрашивать. Ну, я думаю, что... Это саппортес, документационес пара коче. А, здесь кара, ну, не важно. Кара, у тебя есть они? Ну, вот же. Это, ну, обычные права. Здесь вообще нету никаких техпаспортов на машину, ничего. Просто взял да поехал. Я думаю, что никто просто здесь не проверяет. Ну, просто нету такого понятия, как документы на машину. Вот мы едем на машине, у нас до ка вообще нету никаких. Класс. Класс. Взял, поехал. Взял, поехал, да. Любую. Нравится. Сегодня я вот на этой поеду. Ну, поэтому сейчас они спрашивают, просто имеешь ли ты право водить машину в Тодос. Не, они еще сверяют с какой-то фотобазой, которая ковидников, я так понимаю, регистрирует. То есть все ковидники на карандаше и нельзя им передвигаться между провинциями. Заражай свою провинцию, лошара. Ну, ничего, не суйся в чужую. На чужую провинцию роток не раздевай. Мы сейчас находимся в зоне Libre de Colón. То есть это большой дьюти-фри. Мы уже едем по нему 20 минут. Да, и он все, ну вот где-то мы уже близко. Тут что-то вот уже яркое пошло. Белье, всякая реклама. Шмотки? Ну, шмот разный. Фурнитуре. Шмот, дьюти-фри. Это, короче, огромный дьюти-фри город. Но он сейчас где-то работает открыт на процентах, наверное, 15-20. Ввиду ковида и все такое. Но мы сюда приехали не просто так. Поднимал. Сереже нужно срочно новые трусы. И очки. И может быть даже шорты. Но это если повезет. Да. Вот, кстати, какой-то вон белобонг. Ну, закрыт. Вот дальше давай сюда. И вот так сейчас поедем на эти... Кружить, короче. Потому что дальше я уже не знаю, что где. Ну, что, нормально. Сейчас все найдем. Вот я не знаю, если честно. Давай попробуем на ту стареседнюю улицу. Или вот на эту. Давай на вот эту обратно поехали. Вот туда все едут. Давай туда. Тут, наверное, чтобы ориентироваться, надо много раз побывать. Да, я думаю, конкретно. Это все дьюти-фри огромный. Это все дьюти-фри город. Вот продуктовый. Какой-то и технический. Вон шмоточный, бабские шмоточные. Даже такие странные шмоточные. Самсунг вот на ту улицу, если что, следующую поедем. Сейчас туда развернемся. Развернемся, да. Зона либра, алкашечный, смотри, открытый. А вон дальше какой-то еще аутлет, либо кандидат, сможем посмотреть. Не, похоже, что закрыт. Не, он там стоит. А, ездим. А вон там потом еще один на углу, то есть там, короче, туда дальше, на тот угол. У нас нету гидроусилителя руля. Нет. А нам сейчас спортивное что надо? Я сильный. Нет, очень сильный. Все. Фух. Педалируй, давай. Педаля. Давай, педаля. Можешь здесь оставить, туда еще потом пройтись? Да. Ну все, погнали. Ну что, вот они мы. Ой, не еду, не, на это я была. Спорт зон. Можем в Калабию зайти попробовать. Давай. Ну что, перебегаем? Это алкашечный. Алкашечный? Да. Вот такая у нас прогулка сегодня по дютикам. Такое себе. Такое себе. Я голодная. Мить хочу. А тут большинство, то что читаешь Томи или что-то там еще, это все фейк, короче. Но нам нужна одежда. Фейкомет. Пойдем сейчас в поло-поло. Ну пошли. Мы, короче, теперь выбираемся сюда. С этого страшного места. Сережа уже злой. Тут какой-то рынок. Ой, кокосы. Царство за кокос. Вроде с этого базара мы выехали. С Трампом и местным президентом. Расследованием. Ютиху. Это никому не понятно. Это серьезно. Я еще видела с Джокером из популярных. Вот за эту дорогу все время все ругаются. А тут ее там, блин, 50 метров. Ее не 50 метров, ее вот до того момента, где начинается пробка. И потому что ее там надо расширить, это всегда такой bottleneck. Смотри, какой дьявло такой. Франкенштейн такой мусорный. Растерет. Что, ты когда-то доволен? Домой едешь? Уже маску свою съел? Уже меня это достало все. Ты ее съел? Это гребаный намордник, блин, мне вообще не нравится. Какая-то хрень едреная. Зачем их нахрен носят вообще? Что они дают? Ужас. Ой, ладно. Аллергию? Или что? Насыщение крови... Кислотную недостаточность. Насыщение... Насыщение... Углекислым газом? Друзья мои, пришло время подведения итогов нашей поездки в город Колонн, который переводится как Кристофор Колумб. А не то, что вы подумали. А не Кристо Баль Колонн. Но я вам об этом уже рассказывал. Ну, давай, рассказывай свои мысли. То, что постоянно на входах... Фейк. Фейл вообще полный. Фейк. Фейл и фейк. Фейк. Под этим девизом прошел наш трип. Наш шоппинг-тур. Но фейл, я считаю, потому что вот то, что мне не понравилось, ну, это такова реальность в наше время, то, что при заходе в каждый магазин, во-первых, пускают только по одному, слава богу, не во все. То есть, если я хочу померить там какие-то тапки... Меня не пускают. Да, Дину не пускают. Ну, короче, это полная фигня. Но, тем не менее, из всего того, что необходимо получилось у меня купить, такие трусы, которые я не знаю, насколько они фейковые или нет. Но по поводу остального... Приличного качества. Приличного качества. Кстати, сидят отлично. Все остальное мы не купили, потому что один сплошной фейк. Очень-очень плохо. И, ну, ладно бы, фейк, можно было бы что-то выбрать, но по цене оригинала. Когда Сереже очки Ray-Ban, которые стоят 10 баксов, потому что это не Ray-Ban, предлагают купить за 160, я расстраиваюсь, нервничаю и убегаю. И это оптика, то есть там Dior, Fendi, Ray-Ban, Oakley. Причем этого Dior там лежит целый прилавок, который там подранный какой-то... Это AliExpress, короче, все. АлиExpress, да. Это все AliExpress. AliExpress, то есть там даже Columbia, AliExpress и все вот эти дисконт-центры. Я никогда не видел, чтобы подделывали Columbia. Я тоже никогда. Кроксы. Ты видел именно вот? Кроксы, кроксы. Поддельные кроксы. Поддельные кроксы. Короче, единственное... На которых написано «кроксы», магазин называется «крокс». Единственное, что нормально там покупать, это электронику, но электронику дорогую. Потому что в Панаме это же дьюти-фри. И это тот редкий случай, когда, скажем, iPhone получается купить по цене магазина в Соединенных Штатах Америки. Напоминаю, что телефон Дины мы утопили. Ну, как мы утопили? Телефон живет три года, Сережа. Мне жалко только фотографии. Это была книжка такая, телефон живет три года. Ну, короче... Нужно бокапы делать было. Если бы делало бокапы, было бы тогда все прекрасно. 26 тысяч фотографий было, селели. Ну, да. Короче, резюмируем. Колонн полный фейка, и это реальный фейл. Но дорога реально очень красивая. А я тебе говорила. Я там уже не в первый раз просто, и исследовала все. Но ехать туда очень тяжело. Это лучше, чтобы тебя кто-то возил. Пархум хау. Для меня. Я же за рулем все время ездил. В следующий раз поедем на такси. Да. Тебе нужна новая камера. Мы не нашли камеру Sony. Нашли iPhone, нашли GoPro. Напоминаю, что камеру Sony мы тоже утопили. Угадайте, кто! Та-дам! Только не задавайте мне вопрос, как можно экшн-камеру утопить. Я не знаю. В дождь. Я тоже не знаю. Не роняя в лужу. Но там единственное, что нужно сказать. Там, конечно, был треснутый корпус. Мы его где-то ранее раздавили. Я думаю, что... Не я. Не, я не трогала. Блин. Утопил дождь. Я не знаю, как это вышло. Вот, короче. Камеры у нас больше нету, поэтому нам нужно купить новую Соньку. Никакой динамики больше в видео. Будем снимать, вот как сейчас. Зато качество будет красивое. Портрет. Друзья, я думаю, что этот выпуск уже нужно заканчивать. Ставьте лайк. Проверяем обязательно подписку на канал и колокольчик. Потому что я смотрел статистику, многие не подписаны. А у нас очень крутой контент. И мы его будем постоянно улучшать. Я думаю, что те, кто за нами смотрят, постоянно они видят динамику. Мы стараемся. Да, мы стараемся. Друзья, еще раз. Коммент. Вот Дине. Нет, коммент Дине не надо. Давайте Сереже. Короче, пишем комменты. Обязательно лайк. Это все двигает наше видео вперед. Проверяем подписку на канал. Колокольчик. И до новых встреч. До новых встреч уже через несколько дней. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok